Что? Жидкость. Что? Что там? Что? Это вот такой вот бешеный чупа-чупс. Привет, друзья! Привет! Мы продолжаем пробовать мексиканскую еду. И сегодня мы будем пробовать вкусняшки. Сладенькое. Морозное, все конфеты, напитки. С чего начнем? Напиток. Нет, мороженое. Мороженое. Первым я предлагаю попробовать вот такое мороженое в стаканчике. Вот так оно выглядит. Здесь написано по-испански и сделано оно в Мексике. Но судя по картинке и по началу названия здесь манго. Мороженое из манго. Мы купили четыре. Я не знаю, честно говоря, как их есть. Наверное, надо будет вытаскивать это, как леденец. Ох ты! Да нет! Это без ножа. Какое без ножа не сделать? Сколько я открыть? Можно открыть. Куда что-то насыпали? Мам, посмотри, какое. Да, там что-то насыпано. Это вот сос. Да ну, это не может быть. Это что такое красное? Попробуй. Это перец. Это перец. Я не чувствую. Острая. Острая? Да. Ох эти мексиканы! Да, правда, у меня сейчас начало. Это с перцем. Ну что? Острая. Острая, да? Ну а есть с перцем. Что делать, выкидывайся? Да. Ну хоть, Соня, попробуйте. Мексиканцы же это едят, им же нравится. Как они это едят? Само мороженое вкусное. А вот это что красное, посыпка, поливка. Это перец острый, да? Красный перец. Поливка острый. Ух! Давайте я сейчас попробую одно просто смыть под краном и посмотреть, что получится. Это шипы. Моё! Моё! Давай, давай сейчас я попробую смыть. Все запетили смыть. Да, сейчас. Вот теперь будет вообще невкусно. Я, короче, мыла-мыла до вот такого состояния, да, мыла. Оказывается, я попробовала. Вот это, это фрукт какой-то, типа сливы что-то, кисленькое и смешивается с перцем вот это. Ма-ма-ма! Да, перчонок хоть чуть-чуть? Ага! Нет. Сладко! Коль просто плохо смыл. Коль, давай я тебе еще раз смою. Мама! Давай! Попробуй! Сейчас я попробую. Смой, му-му-му! А у меня перец остался. Ммм, живой манго прям на вкус. Ммм! Вкусно! Если лизнул до этого перца, то уже потом мороженым не чувствуется перец. У тебя перец и так во рту жжет. То, что вот специи чуть-чуть вам попадаются где-то, мешает вам в этом мороженом или нет? Мешает, да? Лучше было без специй, да? Ага. Смотри, специи. Сколько этому мороженому баллов из десяти? Десять. Десять? Десять! Десять, несмотря на то, что оно перченое? Потому что это весело так было, когда мы узнаем, что оно перченое. Потом, когда мы смыли, оно прям смывалось, прям меньше становилось и сладкое потом после этого. И очень весело. Так, Коля недовольный. Сколько из десяти? Два. Никит, ты сколько из десяти? Два. Я предлагаю следующее мороженое попробовать вот это. Баблган. Такая. Слушайте, а вдруг там будет... Жвачки. Это просто вкус баблган. Да? Ну хорошо, давайте сейчас я вам... У нас одно оно, мы его разрежем на четыре части. Ну, у нас уже начало таять, знаете, шарики какие-то. Скорее, скорее, скорее. Это, наверное, жвачка. Я надеюсь, здесь не только два, но побольше. Давай, жреби. А, шариков нету. Два. Только два. Пахнет классно, да? Жвачка пахнет. А, баблган. Вкусно? Давай, попробуй. Давай, попробуй. Облизу лучше чуть-чуть. Давай, пробуй. Жвачки достались, шарики. Я думаю, что жвачки достались Лизе и Никите. Старшую уступили. Мне неприятно, что этот баблган вкус к мороженому. Неприятно? Ладно. Неприятно, но вкусно. Чувство, как будто я жую зубую пасту, но вкусно. Вот жвачка тоже. Мама, мне тоже жвачка была. Вот жвачка. Ну что скажете? Глядь, смели быстренько. Вкусное мороженое? Ага. Отличается от американского? Угу. Вкуснее американского? Угу. Нет? Нет. Это просто неприятно, что это баблука. Как зубная паста? Да, не очень приятно. Но вкусно. Неприятно, но вкусно. Одновременно, да? Все, даже баллы от жвачки. Сколько баллов даете? Девять. Девять, потому что неприятно. Никит, ты сколько баллов этому мороженого? Девять, нафиг, сто, сто! Восемь. И десять из десяти, потому что я так, когда непонятно, это чувство, как будто я жую зубную пасту, оно это... Это смешно и весело. Лиза. Ты снимаешь? Конечно. Следующее я предлагаю попробовать арбузное. Надеюсь, здесь делить не надо будет жвачку. Я думаю, что должно быть очень вкусно, только непонятно, молочное, оно или фруктовое. Там нет жвачек. Фруктовое! Я не хочу сказать, там были кусочки фруктов. Нет, не знаю. Все это произведено в Мексике. Я не знаю, как он с Мексики приводит. Мороженое не оселосье мороженое. Так. Мне кажется, что чуть-чуть даже есть кусочки, что ли. Мне кажется, что это мякоть измельченная замороженная. А может быть и нет. Сейчас посмотрим. Это арбуз. Это арбуз. Это арбузный лед. Это мякоть, арбуз замороженная, да? Мам, это что за мороженный арбуз? Да, дети, я прочитала. Здесь вода, сахар и арбуз. Попробуй. Точный вкус арбуза. Сейчас попробуй. Ой, как вкусно! Ну как? Он просто арбуз. Мне кажется, что здесь какой-то, что чем-то усилен вкус арбуза. Арбуз только немножко вкуснее и холодный, ледяной. В жару в самый раз, да? Угу. Сколько даете этому мороженому? Десять. Мам, мама, я тоже десять дала. У меня мамы очень вкусные. Я дам девять, потому что оно иногда уходит в вкус, а когда приходит. Интересно. Мне почему-то все время заходил вкус. Мне тоже. Так. Пришла очередь очень вкусного чего-то. Вот такого. Деньше буду есть. Это какой-то бисквит с джемом, с суфле и покрытый шоколадом. Посмотрите, как это аппетитно выглядит. Я не советую вам все с китайцами, а то мы это не сможем. Потом зайдите. Давай мы две возьмем и разрежем пополам. Да, я думаю, что две сейчас разрежем пополам. Слушайте, оно выглядит очень таким нежным, хрустким. Я такого никогда не пробовала. Похоже на мороженое, да? Смотрите, какое. Так, вот я разрезала. Вот так это выглядит. Выглядит аппетитненько. Можно начинать. Мне кажется, что это очень вкусно. Это мороженое. Это самое вкусное. Да, детям? На торт похож, наверное, да? Это тортик. Мы не сказали, что это шнеккейк. Это тортик. Это не мороженое, а тортик. Хорошо, что мы это взяли. Вкусно, да? Про это баллы спрашивать. По-моему, однозначно 100 из 10, да? 10 из 10, 100% гарантированно и выше. Сейчас я предлагаю попробовать напитки. У нас осталось из напитков. Кокосовая вода. Кокосовая вода с кусочками, с мякотью кокоса. Так, кокосовую воду, в принципе, мы знаем, что это такое. А вот с мякотью... Ну, сейчас попробуем одним словом. Ух, крепкая какая. Ух, не свернешь. Надо быть сильным мексиканцем, чтобы свернуть это. Так. Сонечке побольше, она больше всех хочет. Остальным, кто захочет, по чуть-чуть. Лиза с Никитой отказались пить эту воду. Коля с Соней хотят. Давайте, пробуйте. Я думаю, что это просто сладенькая водичка. Как вода, сторона не улыбает. Я думаю, что, конечно, вкусно же. Можно мне пахнуть? Творогом пахнет. Можно ли здесь пахнуть? Ну, да, сторона пахнет. Вкусненько. Ну. Творогом пахнет. Можно я попробую? Можно я попробую? Что? Так, Соня в шоке, непонятно. Ужасно, да? Мам, я попробую ужасно. Я попробую. Я попробую. Я попробовала, это что-то ужасное. Выкидываем. Протухшая вода какая-то с кусочками этого, кокоса мягкого. Мне нравится вкус кокосовый кусочков, только не воды. Холодное будет нормально, если сильно охладить. Я думаю, оно протухло. Нет, это нормально. Я сейчас вот распробовала. Если это охладить, холодненькое, в жару, на любителя нормально. Я бы дала бы 4-3 из 10. А я ноль. А я ноль. Я потому что добрая 5. Ты даже не пробовала. Ну что, а зато я сразу. А, ты потому что добрая 5, да? Соня так хотела это попробовать. Ну что, пришло время вот такой вот мексиканской конфеты из тростника, из сахарного. Это сладкое что-то. Можно мне подкарить? Я не буду. Это... Ну давай я что-ли подкушу тогда. Я думаю, что это с чаем. Если налить горяченького чайку и маленькими кусочками откусывать и запивать чаем, будет очень вкусно. Мама, я бы дала этому штуку... Давай 3. Я 6. 6? Ну что здесь пробовала? Сонечка, а ты сколько? Ну что? 9, потому что из-за запаха. Лиз, ты только попробуй, это очень сладкое. Это самое сладкое, что есть на свете. Попробуй, слаще, чем мед. Ну вкусно, только оно сильно... Ладно. Очень плохое. Ну же мягкое. Ну ау, сложное. Очень хватит. Так, мелкие решились. Ой, фу. Нет, зато это сладкое очень. Попробуй. Но вкусное. Это только запах такой мед. Но на вкус, когда ешь, этот запах забывается, не чувствуется. Закрой нос. Закрой нос вот так. Не надо, не надо, не закрывай. Вот, а дышать быть нечем. Лиз, закрой. Он вкусно. Противоречивые чувства. Запах отбивает вкус. Это камень как-то. Мам. Ну что, не добавишь баллов после того, как попробуем? Мам. Из нас вкус. Никак был из нас вкус. Дамы. Шесть. Ты сколько дашь баллов у этой конфеты? Ноль. Ноль. Вы их будете есть? Слушай, они прям тают. Да, они будем, будем. Они сладкие. Я буду есть. Очень твердо. Вот это очень твердое. Монолит сахарный такой. А я предлагаю вот это попробовать. Я не знаю, что это такое, но продавец сказал, что в ее магазине это самая популярная вкусняшка, сладость. Здесь вот, короче, какой-то чувак, и у него из головы что-то лезут. Что-то вылазит. Я думаю, что это будет выдавливаться что-то. Сделано в форме шприца. Главное, чтобы это не было со специями. И острое. И так красиво. И так красиво. И так красиво. Красная там специя еще. Если это популярно среди мексиканских детей, то возможно это со специями. Мам, это тая. Выглядит это вот так. Я знаю, как открыть. Он только не открыт. Да? Вот это как-то наверху там. Так, вроде откручивается что-то. Нет, это просто крутится. А что надо делать? Просто нажимай. Ну, просто нажимай. Нет, здесь надо как-то отверстие проделать. Или крышку снять. Дай мне, мам. На, попробуй. Я честно не знаю, что там. Протыкать нажор. Или вот так. Нет, нет, нет. Ты так поломаешь. Дай сюда. А-а-а. Так, я нашла путь. Крышечку снимаешь. А там какая-то сгущенка, типа. Какая-то масса. Дай мне посмотреть. Сейчас я понюхаю. Сначала неприятно, потом приятно. На мед, Даша, похоже. Возможно, это вкусно. Ну, там же, как эти конфеты, только хуже. Я не буду пробовать. Нет, оно очень плохо. Может быть, вы давайте папу с дядей заставим это попробовать? Потому что дети отказываются. Так, все, пошли на улицу. Дядя Витя и папе. А-а-а-а. Сдавайте. Бежим. Дядя Витя. Давайте ложку-то. А ложку мы не принесли. Я думаю. Принеси ложку. Короче, понюхай сначала. Привет, дядя Вить. Принеси две, Соня. Привет, дядя Вить. Зрители тебя требуют. Приветствую всех. Очень рад. Дядя Вить, мы после мороженого с красным перцем уже... Это тоже перцем? Так, Вовка от души. Нет, это невкусно. Ты, может быть, не все сразу, а то горишь. Это конфета, любимая сладость мексиканцев. Светлана, ты так лукаво фификаешь, как будто... Ну, можно просто нарваться, Батюшка. Что, своеобразная, сладенькая и... Ну, со специями. И со специями, немножко горького. Со специями, острые все-таки, да? Так, по консистенции, мне кажется, это самое. На карамель похож. Но со специями. Дети правильно отказались. Она и горькая, и сладкая, и кислая. Я думаю, она неплохая, но много такого не съешь. Я чисто так ложечку каплю. Она немножко и кислая, и горького. Может быть, это надо с чем-то? Дай я лезу. С какими-нибудь крекерами или еще с чем-нибудь. Дядь Вить, ну ты прям целую ложку впорол. Нет, просто она начала падать, и я быстрее. Какая гадость. Какая гадость. Мы сидим тут на хвале. Фу. Я не привереда по жизни, но это... А, дяденька. А мне понравилось. Дядь Вить, давай домой приедешь. Ты предложишь своим... Знаешь, что, мы однажды, когда были в Мексике... Ужасная. ...со всей семьей. И вечером мы пошли в ресторан. Ну и... Я уже забыл, как вейтер по-русски. Официант. Официант. Подошел к нам этот мексиканец, молодой. Говорит, по-русски сделай заказ. На русском языке? Да. Когда уже десерт, и он, сделай по-русски. Мне так нравится русская речь. Ну, я смотрю, что ему по-русски заказать. И читаю. Я буду яблочный штрудель с шариком ванильного мороженого. И он так рассмеял. Это ему был такой фан. Ну, ты еще раз, еще раз скажи мне. Я говорю, я буду яблочный штрудель с шариком ванильного мороженого. И он опять там падал вообще соц. Для них, видать, они говорят, русская речь очень круто. Ну, что? Попробуем вот такие? Да. Я не знаю, какие-то маленькие конфетки. Как вы предполагаете, на что, похоже вкусно это или нет? Ну, не вкусно, но я не знаю, что будет похуже. Я думаю, что он будет спайси, как все другое. Так, кто-то сказал, что будет как тик-так. На тик-так похож. Нет, это Коля. Коля, да? Никита сказал, что это жвачки. Сейчас я открою. Так, это легче отрывается. Я все раздаваю. Я посмотрю. Это как выглядит, как этот, ММДэнс больше. Внутри получается что-то, а сверху оболочка. Да. Давайте, Данила, отрезать конфету. Коль, семечки спичками. Так. Коля сначала сделала ужасное, потом вроде непонятно, да? Ну что, кислое? Мам, у меня вкусное. Водичку? А мне нравится моя. А мне красное моя. Мам, это ж пальные таблетки мои. Мама, красные вкусные. Мам, это мои таблетки оказываются. Да. Объясните мне теперь, я просто вижу разную реакцию. Соня в шоке, да? Текстура. Фу. Текстура фу. Не такие. Я хочу красить, я хочу все другие попробовать. Фу. Сос, дайте мне тогда тоже. Я не утверждала. Два из десяти. Что Соня говорит? Это жутко нормальное. Ноль. Но вы красные. Ноль. Ноль. Короче. Ноль. То, что мы вот это вот из бутылки, дяди, целую ложку съел. Внутри, видимо, начинка из этого, я чувствую. Там похож вкус. А сверху оболочка вот эта сладкая, вкусная. Ну, обычная глазурь сладкая с вкусом. Мне попался апельсиновый вкус сверху. Слушайте, а зеленый вкус лайма, что ли, сверху оболочка. А внутри непонятная вот эта вот смесь. Я даже не знаю, с чего это. Начинка кисло-соленая со специями и с перцем. Я знаю. Так, эти наяривают. Вам что, нравится? Красные самые вкусные. Пусть Коля берет. Красные самые вкусные. Дети, сколько вы этим конфеткам дадите? Пять. Пять? Минус сто. Лиз. Я даду пять, потому что первая конфетка была сладкая, и это пять, а вторая была фу какая. На этих пять. А Никита себе их забрал, тебе понравились, да? Ага, мне сто. Ну что, давайте попробуем теперь заесть эту ерунду вот этой кокосовой твердой. Не, она не твердая, она можно ногтем нажать, чуть мягкая. Из кокосовой стружки конфета. Можно я не буду. Можно. А я буду. Не хоржу? Пахнет кокосом. Давайте. Три, два, один. Ляика. Ммм. 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 А знаете, почему мне нравится кокос? Почему? Ну, что это стружка там такая, клепает с зубами такой вкус. Похож чем-то на Рафаэла, да? Конфеты такие белые, помните? С Рафаэлла. Не знаю. Сонечка, что скажешь про эту конфету? Семь. Ну, возможно, есть. Возможно, есть, да? Если никаких сладостей нет. Коль, что? Девять. Просто какой-то другой вкус. Не такой же, как кокос. Да. Что-то добавили, да? Никит, ты что скажешь про эту конфетку? Вкус кокоса только я оставлю в ноль. Почему? Потому что невкусно было. Ты же два куска съел. Ты второй попросил. Вкусно и вкусно опять было. Наверное, я думаю, что это в другое будет вкусно. Я думала, что это вкусный другой вкус, а он не вкусный такой. Я хочу предложить вот такую конфету попробовать. Она мягенькая. Здесь написано, что из арахиса. Я думаю, что это типа русского щербета что-то. Это роза. Роза, да? Деля Роса. Деля Роса написано. Ой, пахнет этим арахисом. Щербет. Похоже очень на русский щербет. Пробуйте, девчонки, берите по кусочку. Я думаю, что вкусно. Я думаю, что это очень вкусно. Это такой же вкус. Как что? Щербет этот русский. А ты когда ела щербет русский? Да. А что ж ты говоришь, что как русский? Такой же вкус. Рассыпалось, да? Вкусно. Вкусно. Да. Дайте я тоже попробую кусочек. Да. Мама. Похож на русский щербет. Мама. На сегодня это значит будем пробовать. Только русский щербет, он какой-то коричневый. А здесь такое чувство, как будто русский щербет, и в него мел добавили. Какой-то меловой вкус здесь, и я не знаю, почему мне это не нравится. А мне нравится, потому что молоко там сухое добавлено. А мне нравится, потому что тут как будто бы мел, напоминает мне что-то. Сколько баллов в этой конфете? 2,10. 100 из 100. Соня. 98 из 10. Даже так? Да. Я хочу показать пасту из гуавы, вот такой фрукт. Я не знаю, мармелад это или повидно, написано паста. Так выглядит. Сейчас я понюхаю. Пахнет очень вкусно. Виноградом, черносливом, что-то все вместе. Сначала он не очень запах. Хорошо выглядит. Нет, вкусно. Фруктовый такой, сильный вкус. Вкусный, вкусный. Я думаю, что с чаем будет круто. Давайте я вам положу. Да, оно похоже на желе. И очень густое. Можно сказать, что конфета какая. Смотрите. Желе! Это как мармелад. Мама, запаха похожа на чернослив. Да, запах похож на чернослив с виноградом, что-то такое. Ну? Оно. Оно чуть-чуть как на носке, чуть-чуть как это дело. Если начинку для пирожков из этого делать. Нет? А я думала, я из этого пирожки сделаю. Нет. Ну что такое? Попробуй. Очень вкусно. Пирожки получились бы просто великолепные. Ну, пирожка будет. В пирожках вкусно, только оно такое-то. После... Оно чуть кислое. После, когда ты ее съешь, оно кислое. Потому что это фрукт. Я бы дала 10 из 10 однозначно, 100%. Вы нет, да? Нет. Один из 10. Нет. Мой минус. Мне не вот так, и не вот так. Мне вот так. Пробуем. Вот такое. Написано, что это какое-то вафля, что ли, с начинкой из козьего молока. Ой. Либкая, как вареная сгущенка. Ой, нет. Похоже на карамель или на вареную сгущенку. Это та вещь. Какая? Это сладкая. Это жидкость. Нет, нет, это сгущенка. Я думаю, что вам. Попробуй. Это жидкость. Это сгущенка. А-а-а-а. Ура! Так, такие сэндвичи тоненькие получаются. Я поняла сначала... Так хорошо пахнет. Хорошо пахнет? Да. Попробуй. Вкусная? Нет. Она сначала вкусная, а потом... Ириска внутри. Похож на ириску, на русскую верхнюю. Она сначала вкусная, а потом как карьборд. Нет, вкусная. Нужно мученькие покупать. Называется. Покупать. Покупать. Айс-крем. 10 из 10? Ага. А это огромное... Айс-крем. Это крем такой, очень коричневый. Кстати, еще у нас есть вот такая огромная конфетища. И я понятия не имею, что там внутри. Это лежало на полке с конфетами. Одна. Это большой гулый бомб, который... Нет, это мягкая. Там очень мягкая. Какая-то мягкая масса. Я знаю, что она будет стать. С чего ты взял? Просто двумя. Раз, два, три. Прекрасно. Четыре. Что это? У нас где-то подоптный кролик папа был. Идем папу искать. Здесь написано Тамарока. Называется. Сами не хотите попробовать? Хорошо, понюхайте. Хотя бы понюхайте. Мне нравится запах фруктовый. Запах изюма, что ли. Это острое. Там написано челы. Все, не пробуйте. Если не хотите, мы папу сейчас заставим. И маму. Я пробую. Острое? Похоже на то же, что вылазило из этой вот штуки. Оно соленое, кислое, соленое, остро-сладкое. Мы должны папу вставлять. Воды. Мне кажется, что это та же штука, которая выдавливалась. Только она как и в другого цвета немного. Вы это пробовали? Фруктовое. Мы... Я чуть-чуть откусила. Дети не осилили. Фруктовое что-то. Написано фрукты с чили, с чем-то там. Соня заботлива мне сломать молоко. Ну что? С перцем. Фруктовое какое-то. Очень острое. Пей молоко. Пей молоко. Это конфета. Это конфета мексиканская. Это им кажется сладкое. Очень острое. Тамариндо какое-то. Это вот этот вот фрукт-пюре. Ну если без перца, наверное, или без специй, то, наверное, это было бы съедобно. А соль? Соли много. Соль тоже можно отнести к специям в этом случае. Все-таки вот эти специи и соль отбивают всякое желание. Хорошо. Ты съел бы такое, смог бы съесть. Нет, только под страхом смерти. Долгожданная вот такая конфета. Никита как раз ушел. Они все ожидали. Я думаю, что это просто суфле белое в шоколаде. Что-то они такие помятые. Видно, что из Мексики везли. Но я думаю, что все равно вкусно. На палочке такой леденец. Зефир внутри. Зефир? Маршмелу что ли? Можно я откажу? Оттушу кусочек. Суфле? Маршмелу. Маршмелу? Зефир. От зефира. Зефир? Ничего особенного. Просто белое внутри. То ли маршмелу, то ли... Это сухле. Сухле. Сухле, да, шоколадь. Так, дети. У нас осталось вот это вам попробовать. И еще один чупа-чупс для папы, который папа себе выбрал. Перченый. Если это острое... Написано... Пульпарин какой-то ракс. Давай посмотрим. Хотя бы просто надо будет вам надкусить и посмотреть, что внутри. Сейчас я посмотрю, какие они внутри. Разрежу. Пахнет неплохо. Выглядит вот так внутри. Покажи. Просто чуть-чуть откусите, попробуйте. Что? Жидкость. Что? Что там? Что? Да что случилось-то? Что там? Кислое. Соленое, кислое. Кислое и соленое? Кислое, кислое и соленое. Вот тут. Там кислая и соленая штука. Давай я попробую. Ты помнишь ее? Опять та же, да? Ага. Мне она в кошмарах уже скоро будет снится. Блин, это, извините, но это минус 100 баллов. Да. Так, ребята, ну и осталась у нас самая последняя конфета, которую папа выбрал и папа будет пробовать. Это вот такой вот бешеный чупа-чупс. Написано ракалета какая-то. И написано 4 слоя этого чили. Чили разного цвета. Красный какой-то, зеленый, желтый, там еще красный. И внутри что-то, я не знаю, может быть, жвачек. 4 слоя чили. Да. И это будет постепенно рассасываться. Красный, как всегда. Как, это как, это как все спайси, как похоже. Запах просто... Я языком трогаю. И как? Вот так. Готов есть чупа-чупс? Готов. Я здесь. Ты что? Уже сразу, да? Я попляю молоко. Сильно перченывается. Вот это, что мы выдавливали, то же самое. Покажи. Интересно, а что это внутри, а? Разные... Жвачка? Внутри жвачка съедобная. Вкусная? А все остальное перцы? Да. Все остальное очень острое. Острое? Острое. Так, если такой чупа-чупс, ты выдержал бы в челлендже за большого вознаграждения. Ну, смог бы рассосать этот леденец? Да. Это, в принципе, возможно, но... За большое вознаграждение. Это очень непривычный вкус. Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, то... Поставьте лайки! Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания!